Всем привет! 18 июля, вторник. Давайте посмотрим, что нам готовит рынок Форекс на сегодня. Напоминаю, что анализ мы строим по трем основным компонентам. Компонент номер один это поиск зон и областей, где игрок с фичерсного рынка с большой долей вероятности может получить маржин-колл по своим открытым позициям. Следовательно, в этих местах мы принимаем решение либо на выход из позиции, либо на вход в позицию. Все зависит от текущей ситуации на рынке. Второе, на что обращаем внимание, это данные ресурса SharkFX. Самое главное это значение толпы, в каких позициях находится большинство игроков по основным брокерам, которые предоставляются на данном ресурсе. Также обращаем внимание на стопы и лимитки, которые у нас стоят по брокеру Oanda. И немаловажным фактом являются данные профиля рынка с биржи семье. То есть основа это область максимально наторгованного объема за определенный период времени или за какое-либо движение. Итак, поехали. Евро-доллар. Прогноз о том, что инструмент будет расти, полностью оправдался. Не знаю, что там произошло сегодня на Азии, даже не смотрел. Но, тем не менее, инструмент пошел вверх к нашим целям. Первые цели, обновление вот этого хая мы уже выполнили. Дальние цели. Те цели, которые мы указывали ранее, это зоны. Котировки 1.15.634. Первая среднесрочная цель. И сейчас уже можно, в принципе, говорить о дальних среднесрочных целях. Это 1.16.484. Держим покупки, метимся туда. Вся вот эта тенденция старшего таймфрейма, то есть по H4, как мы ее расписывали. В принципе, она сохраняется. Можем уже смело продолжить и нарисовать новый импульс, после которого, естественно, может быть коррекция и можем работать вверх. Докуда может быть эта коррекция? Есть текущий хай. От текущего хая, причем так же, встроен область самых выгодных цен на покупку. Точные котировки этой области. 1.14.958. Это четвертинка. 1.14.538. Это верхняя граница половинки. В принципе, сходить можем и на четвертинку остановиться, и на половинку. Нас здесь, в принципе, так ничего и не держит. Далее, на что стоит обратить внимание. Ну, и по каким паттернам мы будем работать. Вариант 1. Оббой от четвертинки и поход вверх. Давайте сразу же рисовать до недельной контрольной зоны. И вариант 2. Это работа от половиночки. И точно так же ищем поход вверх. Не забываем, что вход только по паттерну. Входить без паттерна. Это очень глупо. Поэтому некоторые вот мне в комментариях в личке пишут. Я по вашим рекомендациям поставил там лимитку на 1.4. Я никогда такого не рекомендовал. И рекомендовать никогда не буду. Тупо поставленная лимитка. Вот запомните эти три слова. Самое главное в этих трех словах. Это слово тупо. Тупо поставленная лимитка. Она чаще всего приводит к убытку. Несмотря на то, что да, зоны отрабатывают. Да, они уходят. Но по таким лимиткам мы не видим, куда поставить стоп. Это раз. Мы не знаем объем, которым мы можем входить в позицию. Это два. Мы не видим соотношение, которое у нас будет в случае стопа и тейка. Это три. Поэтому мы не имеем вообще ничего для открытия позиции. Делать так не нужно. Поэтому ждем паттерн и пытаемся работать вверх. Давайте глянем на сантимент и на профиль рынка. Значит, по сантименту толпа в основной своей массе продолжает находиться в продажах. Следовательно, позиции маркетмейкера открыты сейчас на покупку. Потому что именно маркетмейкер обеспечивал вот эти все продажи. Следовательно, пока вот эти значения не начнут у нас уменьшаться, мы о продажах и не думаем. Что можно сказать по профилю? Понятно, во всей вот этой области есть какой-то наторгованный объем. Поэтому я бы для себя выбрал весь вот этот диапазон как область поддержки. И приход цены куда-то сюда. Может нам спокойно в этом месте можем искать паттерн для того, чтобы войти дальше в покупки. Что здесь самый безопасный стоп? Вот, естественно, это вот за этот плой. Поэтому чем ниже мы упадем, в принципе, тем более выгодно мы можем зайти. Но это безопасный стоп. Встретить нас, конечно же, может вот этот объем. Итоговое резюме. Евро, доллар. Ищем только лонги. Мест несколько. Четвертинка, половинка. Общий наторгованный вот этот вот объемчик. Ну и вся вот эта область. Но однозначно ищем только лонг. Далее, фунт, доллар. Ну, нельзя сказать, оправдался или не оправдался прогноз. Потому что ни вверх не пошли, ни даже до места, откуда бы мы пытались зайти в позицию. Мы не дошли. Чего я буду ждать? Хотелось бы, конечно, чтобы мы пошли еще ниже. Протестировали как минимум четвертинку. И уже здесь их совали по терм для точки входа. И работали вверх к нашим целям. У нас сейчас цель стоит недельная контрольная зона с серым цветом. Это первая среднесрочная цель котировки 1.32.613. Внутри дня необходимо будет закрываться при обновлении хайл. Опять же, вход в позицию только по паттерну. Самый дальний вариант, это, конечно, мы можем исходить на 1.2. И отсюда уже пытаться расторговать инструмент вверх. Котировки 1.4 у нас 1.32.96. 1.2 это 1.29.469. Здесь ищем паттерн. Стоп за образовавшийся лойк. Точка входа после перебития км. Тейк обновления хайлов. И наша зона. Далее смотрим сантимент по этому инструменту. И смотрим, где же у нас скопились максимальные какие-то объемы. У всего вот этого роста. Давайте пока прогружается. Смотрим на сантимент. Ситуация непонятная. Мне не нравятся показания Дукаса. Который говорит о том, что большинство игроков у него сидит в покупках. Но это только один брокер. У всех остальных это 50 на 50. Что можно сказать, глядя на эту информацию? В принципе, о том, что толпа в неопределенности. И поэтому работать можно как в ту, так и в другую сторону. Это не должно быть у нас сильным запретом. Что здесь может выступить в качестве запрета? Вот здесь были какие-то колоссальные крутые объемчики. Я так понимаю, что были они именно там. Давайте проверим. Нет. Да, значит они появились у нас уже где-то вот здесь появились эти объемы. Да, проверяем. Правильно. То есть вот эта вся область, вот эта область является областью максимального торгового объема. Как бы хотелось поступить здесь, чисто внутри дня. Каким образом можно попытаться поработать. Значит, вот сюда по котировкам. Давайте я сейчас нарисую, затем четко обозначу. Ну, приблизительно это котировки. У нас 1.3076. Мы можем отсюда попытаться искать точку входа на покупку. Наш стоп должен стоять под вчерашний лой. Эту линию мы выделим красным цветом. Ну, а тейки все те же самые. То есть первый тейк это обновление хайов. То есть до первого тейка, в принципе, очень плохое соотношение. Но это торговля внутри дня, что в принципе позволяет нам постараться войти даже в такую позицию. С тем учетом, что мы часть сделки оставим и будем ее тянуть на 1.32613. Давайте это дело нанесем. И посмотрим, как этот прогноз у нас завтра отработает. Что там было? 1.32613. По-моему, так. Вот такой вариант, как точка входа именно внутри дня. Что-то я очень далеко помню, да? Внутри дня, да, все правильно. Можно попытаться отработать. Вот такой вариант. Достаточно рисковый, достаточно опасный. Но, тем не менее, это совпадает с общим направлением тренда. У нас идет вверх. Если постараться разрисовать все это на более старшем таймфрейме, то это выглядит сейчас как импульс, коррекция. Импульс. Закончился этот импульс, не закончился. Мы не знаем. Он может как-то до недельки дойти. Может и через коррекцию пойти. Тогда мы новый минимум нарисуем. Но пока работаем только в лонг. Нам ничего не запрещает постараться здесь войти где-то в позицию. Австралийцы. Только вчера говорили о том, что идет, идет, идет Австрал не дает коррекции. Вчера же зашли мы в область самых выгодных цен на покупку. И отсюда имели полное право покупать с целями золотая ДКЗ. Первая цель внутри дня было обновление хайл. Все эти цели мы уже выполнили. Поэтому, лично я считаю, что сегодня по австралийцу уже будет достаточно рискованно пытаться вновь войти в позицию. Тут и недельные АТР мы уже полностью прошли. Буквально за час. Теперь необходимо посмотреть на реакцию рынка после такого роста. Желателен, конечно, какой-то откат в область самых выгодных цен на покупку. И опять же продолжаем покупать уже к новым целям. Новые среднесрочные цели 0.79.613. Если хайл у нас в течение дня не обновятся. Вот это у нас четвертиночка. Вот это половиночка. Между ними зона это является область самых выгодных цен на покупку. Точные котировки. 0.78.732 это четвертинка. 0.78.407 это половинка. В принципе, можем даже до половиночки дойти. Ничего нам здесь не мешает, а только помогает. Вся вот такая вот область. Я бы ее выделил в качестве поддержки. Возможно, станет сопротивлением. Поэтому отсюда, в принципе, неплохо было бы постараться найти новый вход в покупку. Но риски необходимо уменьшать, повторюсь, потому что уже слишком много прошли на за сегодня. Возможно, это будет только завтра. Посмотрим, как поведет себя цена. И уже будем делать какие-то выводы. Лично от меня рекомендация на сегодня в позиции по австралийцу не входить. То же самое. Вернее, не то же самое. Давайте-ка посмотрим профиль сначала. А потом уже перейдем туда. Значит, все сидят у нас в продажах. Продавать мы не имеем права. Максимально на торгованные объемы у нас. Ну, все правильно. В этой же области, которую я и назвал, скажем так, областью поддержки. Ну, чуть-чуть повыше я ее нанес где-то вот так. Здесь же у нас одна-вторая. В принципе, можем спокойно спуститься сюда. Значит, только покупаем. О продажах пока не думаем. Но чем ниже уйдет цена, тем нам будет лучше для того, чтобы войти в эти покупки. Новозеландец. Ситуация, в принципе, аналогична австралийцу. Но вот он дал какую-то сначала пику вниз, потом вверх. Но ситуация у нас не поменялась. Как у нас идет среднесрочный лонговый тренд, так он и продолжается. Понятно, что заскочить на таком движении в позицию было трудно. И сейчас я, если честно, не рекомендую вновь искать точки входа. Как бы мне хотелось, это именно обновление хаев. После этого, может быть, даже мы сразу же достигнем золотой ДКЗ. Если не достигнем, то после этого ждать отката в область 1.4. Здесь искать точку входа и продолжаем работать вверх. Откат на 1.2 как бы не очень бы хотелось, потому что... Ну, хотя, в принципе, почему нет? Можно, да, и сюда куда-то свалиться. Но все вот это выглядит именно как ложный пробой. Посмотрите вот сюда. То есть вот так, если это все дело будет, это так же выглядит как ложный пробой. Продолжаем работать только вверх. О продажах не думаем. Ну, паттерн вот этот, который мы вчера предполагали и рассматривал я его в вечернем подведении итогов. Ну, как бы он не сработал. Вышли мы за границу этого треугольника. Что нам показывает профиль, что нам показывает сантимент по данному инструменту? Ну, самое главное, сантимент. Понятно, что толпа в основной своей массе сидит в продажах. Продавать мы не имеем никакого права, поэтому ищем только сигналы на покупку. В настоящее время находимся выше. То есть вот, если взять все вот это движение вверх, область максимально торгованного объема будет приблизительно у нас 0.7325. Сейчас данные прогрузятся. Находимся выше. В принципе, если у кого-то сделки висят, и их по какой-то случайности не выбило вот здесь, то предлагаю в сделках также оставаться. Не фиксировать цели, пытаться дожать до обновления хаев и до зоны, чтобы у меня терминал перезагрузился, профиль перестал показывать, какие-то линии тут нарисовались. В общем, мы знаем, что у нас область максимально торгованного объема 0.73273 приблизительно. Давайте я сейчас удалю этот индикатор. Заново закину. Мы будем рассматривать следующие инструменты, которые нам покажут. Так, сейчас я его закину. Профиль. Загрузить. Профиль. Так. Как бы все правильно. Что-то не то. Но, чтобы не останавливаться, давайте я уже не буду, в принципе, пытаться сейчас с этим инструментом поработать. Скорее всего, выскочило у нас соединение с клиентом. Именно кластер дельты. Время у меня что-то и со всем интернетом тут подключалось. Ладно, разберемся. Пока записываем, работаем дальше. Канадец. Канадец идеально зашел опять в область самых выгодных цен на продажу. И отсюда попытался развернуться и пойти вниз к новым нашим целям. Среднесрочные цели у нас по котировкам 1.25514. Внутри дня теперь цель. Это обновление вчерашнего минимума. Если кто-то смог заскочить от 1.2, которая у нас находилась по котировкам 1.27.019, то, в принципе, это замечательная была позиция. Вот эта линия, которая выступала в качестве поддержки, в качестве сопротивления, сейчас выступает она, в принципе, со своей задачей справилась, несмотря на то, что мы немного за нее заскочили. Продолжаем работать только вниз. Пока о покупках не думаем. Ждем четкого закрепа выше 1.2. И только тогда, возможно, начнем рассматривать покупки небольшими объемами. Что у нас по сантименту? С профилем какие-то проблемы сейчас. И здесь какие-то проблемы сейчас. Так, ну-ка давайте заново сделаем мы на сайте перезагрузочку. Для того, чтобы обновились данные. Не посмотрим, происходит. Да, здесь загрузка данных происходит. Но в классе Дельта не буду сейчас обновлять. Да что же происходит? У меня вот с интернетом второй день. У меня вот компьютер что-то поймал, пока я был в отпуске. Он не может подключиться качественно к интернету. Причем нигде не может сейчас подключиться. Что дома, что в офисе, если я привожу этот компьютер. Происходят какие-то проблемы. Именно проблемы с интернетом. Поэтому давайте сейчас описываю ситуацию как есть. Дальше уже будем смотреть. Ена. По иене что у нас произошло? Вот эту область мы выделили вчера на вечернем подведении итогов. Несмотря на то, что мы не дошли вот до этой четверкиночки. Я предполагал о том, что именно из этой области может случиться разворот. Это вот эти минимумы мы взяли. И вот эти минимумы, которые у нас выступала вся эта область изначально в качестве поддержки. Сейчас она выступила в качестве сопротивления. Если кто-то умудрился вчера войти вот здесь. Там по паттерну, без паттерна, неважно как. То сделку необходимо держать. Хотя первой цели необходимо уже было закрывать. Откуда мы можем постараться усилиться? Сто двенадцать семьсот пятьдесят два это четвертинка. Сто тринадцать пятьсот двадцать это половинка. Вариант работы. От четвертиночки я считаю самый оптимальный. По той причине, что желательно вот этих иене перебивать. Может быть мы упадем еще ниже. И тогда вот эта зона сдвинется. Будем стараться работать чуть-чуть пониже. Но должны помнить, что до четвертинки у нас в среднем семьдесят шесть восемьдесят пять пунктов по иене. По этим инструментам зоны от каждой точки разные. Кто этого не знает. Поэтому могут они немножечко сдвигаться. Работаем дальше вниз. К целям сто одиннадцать четыреста двадцать два. Ничего нового не выдумываем. Швейцарец. Не хотелось мне в него залазить. Ну и в принципе я до сих пор придержусь такого мнения. Но тем не менее швейцарец все-таки пошел вниз. Возможно он дойдет и до зоны. Объявлял я вчера вот об этом контрольном минимуме. И мы сейчас этот контрольный минимум перебили. Конечно самое оптимальное будет дождаться отката и пойти работать вниз. Но соотношение будет не из приятных. Чуть больше чем один к одному. Поэтому при любом раскладе в такую позицию я входить не буду. Кто находится в позиции. Опять же вчера ребята в личке мне писали, что все-таки еще раз попытались зайти в позицию по швейцарцу. Ну советую держать. Опять же я объявлял это несколько раз, что можно пытаться фиксироваться вот на обновлении вот этих минимумов. Не надо обязательно ждать обновления вот этого минимума. Либо по крайней мере свою позицию подстраховать. Потому что три недели мы находимся вот в такой области. Сверху нас держивает половинка. Снизу в принципе это четвертинка. Если от каждого хая строить четвертиночки, они где-то здесь же и будут. Но сейчас мы пробили четвертинку. Закрепились ниже нее. Вероятность того, что мы пойдем к нашей недельной контрольной зоне. К которой мы уже идем достаточно давно. А именно построили мы ее еще 15 июня. Но торговать в ней мы только начали 28 июня. То есть вот всю эту область мы пытаемся найти точку входа для похода вниз. Поход вверх пока ничем не обусловлен. Золото. С текущих прям идет, идет, идет. Хаи обновляет, отката не дает. Нам необходимо дождаться отката для того, чтобы протестировать либо 1 четвертую. Может быть даже протестировать 1 вторую. И отсюда уже работать к недельке. Давайте цели еще раз уточняюсь. 12.44.37 это первая среднесрочная цель покупок для золота. После того, как мы сюда придем, посмотрим как поведет себя цена день-два. И уже дальше будем принимать решение. Либо торговать дальше в сторону золотой и новой недельки. Либо все это удовольствие будет всего лишь коррекцией. Вот к такому большому, достаточно сильному падению. И мы, может быть, продолжим дальше работать вниз. Пока сделки держим только вверх. О продажах, может быть, поговорим только через несколько дней. Ну и быстренько по кроссам. Ауди Новозеландец. Дал откат, дал цель. Не совсем приятный откат, потому что до четвертинки мы не дошли. Но, тем не менее, все по плану. Не всегда нам инструменты дают зайти в позицию. Откат, доход. Цель взяли. Следующий, откуда можно пытаться зайти в сделку. Четвертинка. 1.07.23. Половинка. 1.06.79. Новые цели у нас теперь появляются. Это 1.08.461. Это золотая. Ну и, в принципе, до этой цели пока метится рано. Поэтому котировки ее назовут только потом, если мы все-таки добьем хотя бы до золотой ДКЗ. Вероятность ее достижения сейчас составляет процентов 60. Закрепа за недельку у нас не было. Евро, Ауди. Дождались отката к 1.2. Вот она реакция сразу же на наши зоны. Точки входа сомневались, я что-то вошел. Новости были по австралийцу. Поэтому вот так мы пробежались. Можно нарисовать сейчас уже новые цели. Потому что эти цели отработали. Новая цель 1.44.546. Это золотая ДКЗ. Откуда мы туда можем входить? Ну давайте нарисуем даже эти зоны. Потому что они сейчас будут чуть пониже. Котировки нас интересуют. 1.46.43. 1.47.05. Теперь вот эта область является областью самых выгодных цен на продажу. В принципе, как? Вот здесь мы зашли, только обновили. Опять зашли. И точно так же мы и здесь можем заскочить в эту область. Даст, если по терм пытаемся работать низ к нашим ранее озвученным целям. Далее смотрим. Фунт иена. Ничего не поменялось со вчерашнего прогноза. Те, кто вошли в сделку вот здесь по по термам, необходимо ее держать. Потому что даже до первых целей мы пока не дошли. Но кто закрыл сделку в пятницу, считаю, что новой точки входа пока не было. И искать ее не нужно, пока мы не обновим все-таки вот этот хай. Если мы хай обновим, на откате будем пытаться входить дальше. Евро иена. Опять же, день, два, три, четвертый день пока ничего не поменялось. Ждем пробития и закрепления выше вот этого хая. То есть, должны закрепиться повыше этой области. И на откате уже можно пытаться работать вверх к нашим целям. Давайте мы их повторим. У нас цели сейчас 131.90. Это наши цели по покупке инструмента евро иена. Ауди иена. Ну, четкая реакция на зону опять же. Как здесь, так и здесь. Цели у нас сейчас 88.922. Прогноз полностью оправдался. Единственное, что, как по мне, точки входа не было. Опять же, кто входит лимитками, повторяю, это не обоснованно. Но кто вошел, тот уже должен быть, по идее, в прибыли. Еврофунт. Еврофунт. Сейчас мы зашли в область самых выгодных цен на продажу. Можно ее уже выделить нашим сэндвичем. Всю вот эту область можно посчитать за КМ. Обращаю внимание на этот инструмент. Неплохо рисуется. Если вот эту область взять за КМ, перебили. Посмотрите, где мы остановились. Четко вот на этой проторговочке сейчас. То есть, если сейчас мы пойдем вниз, будем перебивать КМ, на откате можно попытаться работать вниз. К нашим первым среднесрочным целям. Это недельная контрольная зона 0.87329. Соотношение здесь будет где-то пунктов 17. Ну, пускай 20 пунктов будет стоп. Порядка 70 пунктов будет тейк 1 к 3.5. Неплохое соотношение. Работать можно. Стараемся зайти в покупку, вернее, в продажу где-то из этой области. Евро против норвежской кроны. Ну, четко достигли наших целей, о которых мы говорили. Тут же идет реакция на зону. В принципе, говорить о том, что покупать этот инструмент мы не имеем пока никакого права. А продавать, ну, почему бы нам его снова не продать? Потому что тренды всегда проще продолжатся. Давайте здесь я все-таки нанесу вот таким вот образом зоны. Это будет... Так, давайте я вот отсюда нанесу их. Потому что индикатор каждый день немножко перенастраивается. Значит, у нас где-то вот в этой области это будет наша половинка. Где-то приблизительно вот здесь я сейчас накинул. Будет четвертинка. В принципе, мы ее уже протестировали. Уже с текущих можно пытаться и дальше продавать этот инструмент. В помощь нам здесь что идет? Это вот эта наторговочка, которую мы стояли почти сутки. И опять же мы протестировали ее. И опять же отсюда, говорю, можно постараться работать дальше вниз к нашим следующим среднесрочным целям. Ну и осталась у нас нефть. Что рисует у нас нефть? Закреп выше недельки был. До золотой пока не дошли. Давайте в режиме реального времени нанесем зоны. Сейчас мы находимся в области самых выгодных цен на покупку. Необходимо дождаться здесь формирования паттерна. Как он должен выглядеть? Ну давайте вот приблизительно я его нанесу. Как бы мне хотелось, чтобы он выглядел. Импульс, коррекция, перебитие вот этого минимума. Обновление сегодняшнего хая. И на откате входим в покупки. Цель золотая ДКЗ и недельная контрольная зона. Котировки золотой 47.37. Недельный 48.62. Все, на сегодня прогноз закончен. Всем профита, всем удачи. Пишите в чат в скайп, обращайтесь. Все поможем, все расскажем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok